Давайте присядем на скамеечку туда. Нет, а то я сидела. А, сидели? Здравствуйте. А какого года рождения? 36-го. Ох ты! Так, значит, вы застали войну, 41-го года. Да, когда уезжал, у меня был 6-й годик. Я кричала, Витлера убей, убей. А вы уроженка Меллюза или с района? Я района Федоровского района. С какой деревни? Деревня Петровка, там Четерман, Балаклава. Да, знаем, да. А потом мы на трене были с мужем, и в Комертаушу работала, с сестрой работала в одной деревне. Ну, я там маленькая. А вот, получается, у вас отца прямо в 41-м забрали, что ли? Или попозже? Отца забрали, сразу на лошадке он поехал. И вот, когда идут, лошадка проезжает, я плачу, рыдаю. Вот он. Он прямо, получается, своей лошади ушел на фронт? На лошади? Да, на лошади. То есть, он как кавалерия была? А, нет, туда, да, да, да. А-а-а. Ну, знаешь, его привезли по живому, это, на телечке уже, а лошадку убили. Обратно вот, раненого, да? Да, да. Это после войны привезли или в 42-м? Время войны, что ли, чуть-чуть не докончился, по-моему. А, в 44-м, где-то уж так вот. Наверное, так, да. В зиму 49, 50-й год был. А как ваше имя? Меня Артем зовут. Меня? Да. Так, Кондакова Мария Михайловна. Мария Михайловна. Мария Михайловна, а вот меня интересует вопрос, как жили в тылу в те годы, вот, голодно? Ой, голодали, голодали, ни кого не было на одной траве. Мы вот эту траву всю съели, как называется, перекачивали, тоже кашу варили. Ну, ничего не было. Уже картошку все мы сушили на фронт, это, мамка меня заставляла вязать пальчики, это, а тебе говорят. Картошку сушили, как чипсы, что ли, или как это было? Картошку мы, это, сушили, резали, сушили и отправляли. Как грибы, как грибы, как вот сушат, да? Да, да, на фронт. И носочки, вот, да, варежки вязали, и все, вот. А сколько в вашей семье, ну, вот у мамы было детей? У мамы четверо, все девушки мои. Все девчонки. Все-четверо, а вот это вот дядя, петька. Что там у вас? Ну, вот они вот на фронте были. Можно я посмотрю? Вот они. Это вот обои. Это вот дядя, а это тетка. Тетя на семь лет малыша, 24-го, а он с 17-го года. Он застрелил, тоже были осколки на ногах, но он до конца. Потом Свердловский он жил, да, у этой, у сына. И военная машина привезла, военные ребята там, музыка играла, салют. Это тогда еще в деревне народ было. Прибежали все, на родину привезли. Оттуда его, он много... Как героя. Ну да, вот машину военную привезли. И там музыка играла, и все, вот это дело. А я так умерла, она умерла. Там была. Понятно. Вот, Копсяев, у них газета у меня где-то была. У меня тоже прадедушка, оказывается, воевал, можно сказать, на трех войнах. Была же еще и финская война, знаете? До... До говорят, да. Вы знаете про нее, нет? Что-нибудь? Нет, про него не знаю. А еще потом... Вот фотография. Ага, ага. А потом еще была... У меня вот дедушка вот финский повоевал, прадедушка. И потом, значит, вот Великое Отечество, 41-43-й, а потом его отправили уже с японцами воевать. Но это тоже считается такая война. Ну да, было, был 17-й год тоже, это что-то там было. Ну вот, после Ленина, опять вроде такая жизнь начинается. До Ленина вот были, ну, там держали их сход, чего опять начинаем вроде так. Богатые, бедные начинают. Разделяются опять, да? Вы хотите сказать, что опять скоро революция, что ли, будет? Ну, революция и так идет, там, ребятам. Спасибо, что ребята у нас хорошие. А вопрос, вот долголетие, все-таки, что они делать, что делать, чтобы прожить долго и счастливо, вот, жить? Да, долголетие уже, вот у меня, сестра старшая самая, эти две умерли, а сестра ей 96 будет, 5 декабря. Вот она войну работала, потрачила. Ну, то есть, можно сказать, что труд и, как сказать, физическая нагрузка, она способствует долголетию, можно так сказать? Потому что я смотрю, вот, когда полные люди, они долго обычно не живут, полные. Она не будет на полной. Не, не, я говорю вообще, вот, когда... А ворот, у нее летом, и сейчас у нее дочка тут работает медсестрой, а летом опять туда деревню, и она... А чем она лечится в 96? Чем вы? Народными больше сестными или лекарствами? Ну, да, ну, это, у нее туда ездит внук, ой, ору, внук это туда ездит, и чего. А летом только там, а потом опять у них домой дом, у них у дочери живет. А там, я и приезжала еще года два, там назад, теперь тоже перестала, она картошку копает, это на земле... В 96 копает? Да, вот, 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 говорит, который картошку сеет, который... А, который, да. А сама себе, а зять, он у нас с ума сошла, разговаривает, я думаю, я тоже к чайнику подойду, одна живу теперь, дети отдельно, меня... Я говорю, не, аришь, сейчас выключу. Ну, да, разговариваете с предметами, так. А то совсем, да, я клуб надежды же открыла, и, ну, сейчас уже... Вот, 17-го, может, еще пойду. Совсем спинами были, все. Я это открывала, когда в Ахитул был. Клуб надежды, ну, там песни поем, вот как Андрюшка. Стихи я больше стихом, но... Молодцы. Ладно. Какая, ну, пенсия хватает, какая вам помощь нужна? Ой, сыночек, мне хватает. Все, все? У меня 37. Дети... 37, детям половину отдаю. Понятно, нет, говорю, дети навещают, то есть... Угу. Не скучаете, нормально все. Или скучаете? Если скучаете... А, они дают половину все равно. Дети не мешают вроде квартиру уже, ну, внучки Машенька. Ну, понятно. Квартирами торгуют. А это... Она звонит. А взять у нас коммертал. Я говорю... Они говорят, сколько дашь? А ты спроси, сколько им надо? Ну, ладно. Ладно, поздравляю вас с праздником. Спасибо, что рассказали. Спасибо, родной. Давайте, живите долго, рассказывайте о войне. А вот последний вопрос. Война окончилась, сынок. Где кто? Гармошка играет. Мы нам лотерюку валяли. Гармошки играет. Кто плачет, кто танцует. А, твой вернулся без рук. Когда почтальон приносил это извершение, ой, она боялась даже сейчас крик. Вот такой опрацепер. И вот такие... Тяжелые... Жили, тяги, колы собирали. И секунду, бенг, бенг, бенг. А последний вопрос. А какой у вас самый счастливый день? Вот, ну, вообще, по жизни. Или счастливый год? Самый счастливый год. Какой вот год именно? Не знаю, какой... В молодости или сейчас? Я любила Кандакат. Он пьяный, плохой был. Да, да. Он сам мне 4 года в Германии служил. Ну, нет. А одноклассники были. А, когда... Никого не смотрела на них. Ну, счастливый день, когда отец приехал. Привезли, ну, уж он больной. Потом быстро умер. Не, ну, а счастливый... Я хотел сказать, счастливый... Вот вы же в СССР прожили. Я мало прожил в СССР. Я как будто вчера прожила. Да, да. В СССР... И все... В СССР какие самые лучшие годы были? Какие вот... Ну, хотя бы в СССР. Ну, вот, какие годы в школу ходила. А потом работала... Счастливый для всех, вот. Счастливый. Учет в СССР работал. Никто не умел. Я сильный математик был. Вот, вот, это счастливые дни. Потом, что, какие... Я умер там, когда... А почему СССР развалился? А теперь все, там три, конечно, живут в деревне. Не, а почему СССР, вот страна такая мощная, развалилась? Ну, страна, почему? Потому что вот война была же. Двадцать семь миллионов ушла. Да, да. Это минималка, вы правильно говорите. У нас 58 тысяч, что ли, в Миреузе. Да. И это сколько городов? Да. Так много. Надорвалась война нас, и мы не оправились, и в итоге потом... И мамка рано ушла 64 года, отец 49, и так что... Ладненько. Спасибо. Ага. Ну, я помню, что, Господи, так колос собирали, как нас верхом гоняли. Дорог собирали, а я молюсь, она, сестренка, они убежали, видят верхом, видят, гоняли нас за это... А, чтобы не воровали. Ага. А вон у меня, как фамилия, а я не свою фамилию сказала. Ага. Женина. А я вот тоже раньше всем говорю сейчас, ну, в Советском Союзе же все в колхозе, ну, подворовали. Ну, как? Как колхозное, как общее было раньше. Это как общее. Это мне... Как бы воровством это особо... Это самые лучшие жители. Придут соседка, открытые двери. Они вот, а, да, она... А, она на огороде повернулась. А, Настя, да, да, да. Пишут, нам никого не пускать. Собаки большие. Пишут, нам никого не пускать. Злая собака на заборе. Слышу звонок, быстро. А заборы какие сейчас высокие ставят? Один раз я милиционеру что-то вызывала, соседка я. Милиционер мне звонит, там, это, стучит. Я говорю, сейчас, сейчас ружье у меня будет, сейчас застрелю. Все, ворк потом стучится. Сама открываю, смотрю, он приезжал. А он там рядом жил, он меня знает, тетя Морщук, а волосы. Я говорю, я всегда говорю, там, наверное, ворк. Вот так. Ну, лазенько. В общем, долго мы с тобой. Да? Да нет. Я в заботе, продаем инструменты. О, я там работаю. Мне там дают на каждый праздник подарок. А, да, я сам Горбунов, Арцюр. О, сынок, да? Ой, грудной. А я пришла, один раз пропустили, да, меня? И я говорю, пришли с подружкой, подожди, а меня не брали. Я говорю, а где тут красивые мужчины, это, наверное, Горбунов? Он говорит, да. Там же у нас работа, вот, Позулин, я у него работала. А, ну да. Вот ты. А, Позулин, да, знаю. Ты, сыночек родной. Вот, я один раз дала платочек, принесли мне, я говорю. А это, Горбунов, передайте платочек. Я интервью беру для чего? Для того, чтобы люди знали. Вот некоторые на машинах пишут, можем повторить. Вот это мне не нравится, потому что лучше бы не было войны вообще же никогда. Ну, вот, как бы. Вот. Я вот, как бы, это, чтобы вот вы рассказывали, очевидцы, как вот было там в тылу. Ну, как, а то сейчас вот, кажется, все было легко. Да, некоторые так говорят. Так и думают, да, да. Ты еще болтаешь, ты когда родился, я все знаю, как война кончилась, так плакали, как гармошки играли. Некоторые плачут, то. Так, корочки приехали, а нас где-то послали. Ну ладно. Давайте я вас обниму. Все. Все, счастливо. Спасибо, родной. Ага, живите. Дай Бог здоровья. До свидания.